Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. А наш гость сегодня Александр Захаров, основатель проекта «Подари фрукты детям». Саш, привет! Привет, Аня! 4 года существует проект, сделано уже очень много, но для начала я бы хотела, чтобы ты рассказал, как все начиналось и почему ты решил сделать такой интересный, я не побыть этого слова, необычный в нашем понимании проект. Ну, на самом деле история проекта очень складывается интересно, потому что он меняется из года в год. Начался он с того, что мне довелось работать в Следственном комитете и защищать интересы несовершеннолетних детей. Тогда я столкнулся со спецификой, собственно, того, как это организовано вообще, и что в каждом городе, в каждом населенном пункте есть семьи, которые находятся в материально очень сложной ситуации. И уже после ухода из органов Следственного комитета я понял, что мне следовало бы им помогать, потому что общество не знает про них. Вот, даже если про них кто-то узнает, вряд ли получится до них достучаться, поскольку люди просто не знают, как с ними контактировать. Вот, и мы начали с каких-то легких шагов, просто стали собирать фрукты, потому что фрукты это объективно полезно. И то, что не каждый может себе раздумать. Да, вот поэтому мы начали с профильных сборов фруктов для детей из малообеспеченных семей. Уже со временем потихоньку у нас стали появляться дети-инвалиды, то есть есть некие общества инвалидов в городе Владивостоке, которые занимаются помощью инвалидам, и среди опекаемых ими инвалидов есть дети. Вот, мы решили помогать этим детям и тоже привозить для них фрукты. Вот, далее, конечно же, стали появляться какие-то тематические сборы, то есть будь то 1 сентября это канцелярия, да, там Новый год это игрушки и так далее. То есть мы стали как-то включаться в общий такой мир благотворительности. На первых этапах я думал, что есть большие благотворительные фонды, есть какие-то благотворительные организации. Совершенно не обязательно хотеть быть таким большим. Можно делать что-то маленькое на своем уровне, насколько позволяет силы. На данный момент мы стали гораздо больше, чем просто такой частной инициативой. Появилась команда, есть о чем рассказать. Это интересно, потому что создавая проект, я учусь, собственно, тому, как это может быть и во что это может вылиться. Хочется узнать, в каких уже городах сегодня есть ваши последователи, правильно, те, кто вас поддерживает, те, кто помогает. Да, мы называем это филиалами. У нас на данный момент очень много филиалов. То есть это и Ростов-на-Дону, это и Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Хабаровск, Уссуриск. Вот. То есть мы развиваемся и это даже не всегда мои знакомые. То есть это... А, еще у нас в Петербурге открывается филиал. Ребята видят формат, знают его, им нравится. Кто-то долго присматривается, кто-то просто знает меня и знает, как это создавалось. И хотят открыть что-то подобное и делать. Потому что на самом деле мы не делаем ничего сверхсложного. Все очень просто, понятно, прозрачно. Поэтому эта схема очень многим нравится. И наши филиалы открываются. Хотя каждый филиал — это своя история, это своя специфика. Приходится вникать, звонить. Уже время по Москве. Там связываться, например, с администрацией Ростова. Да, там объяснять, что мы маленькая организация, которая там всего 2-3 года. И мы вот придумали такой формат и так далее. Или там, например, нам, ну, там, например, звоним в Хабаровск. Нас рекомендуют там местные сотрудники администрации. Говорят, что вот наш проект уже там, ну, там, верой и правдой работает. И все по-честному. Вот. Ну, это интересно. И я, конечно, не ожидал, что будет именно так. Очень классно. Я просто помню, когда вы только начинали, мы делали на 8-м канале программу также, да? Да. Дали интервью у вас. И все только-только начиналось. И вот за такой короткий промежуток времени ты обозначил сейчас географию. Это на самом деле очень серьезно. Я желаю вам удачи и успехов. И я думаю, что все будет только развиваться, потому что, действительно, это очень замечательный проект. Мы сегодня чуть более подробно еще о нем обязательно поговорим. А пока я предлагаю попробовать блюдо от шеф-повара Антона Терентьева. Это такая брускетта с беконом, омлетом и, я вижу, горчицы. Давай попробуем? Да, давай попробуем. Очень вкусно. Да. Антон, как всегда, радует кулинарными изысками, рецептами. Нам сегодня предстоит приготовление интересного предновогоднего блюда. А я пока предлагаю продолжить нашу дегустацию, а телезрители посмотрят, как шеф-повар Антон Терентьев готовил замечательное блюдо. Артлофт в Фокусе приглашает вас на новогодние фотосессии в интерьерной кухне. Наш зал прекрасно подойдет для создания индивидуальных семейных романтичных фотографий. Мы находимся на Тигровой 16А. Стоимость аренды фотостудий 1700 рублей в час. Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим легкодоступный вкусный перекус или хорошее блюдо для начала дня. Для этого нам понадобится с вами свежая чиабатта, бекон, яйцо, томаты, сахарная пудра, немножко возьмем паприки и соли, сливки и горчицы. Для начала мы с вами подготовим наш хлеб. Чиабатту мы с вами сделаем три слайса и обжарим наш хлеб на сковороде. Можно использовать обычную глиняную сковородку, либо сковородку, которая у вас есть дома. Добавим немножко растительного масла. Легким движением руки смажем наш хлеб этим маслом с двух сторон и начнем его обжаривать. И пока наш хлеб обжаривается, мы с вами подготовим бекон для дальнейшего приготовления. Для этого нам понадобится с вами шесть слайсов бекона. Мы сейчас с вами его немножко подмаринуем для того, чтобы у нас кем-то реализировался. Получил очень красивую цветовую гамму и добавил немножко сладости. Далее мы с вами возьмем сахарную пудру немножко. Зачем мы добавляем сахар? Для того, чтобы сделать керамеризацию и добавить немножко сладости к этому сыровяленому лукорку. Также мы с вами добавим немножко паприки, дабы сделать красивый красный оттенок. Наш хлеб обжаривается на грильной сковородке до золотистой корочки. В принципе, можем его выкладывать на нашу дощечку, где мы будем сервировать наше блюдо. Подготовим соус томатный, который состоит из настоящих томатов. Мы выведем с помощью сахара и соли и перца тот вкус, который нам нужен. Мы с вами используем итальянский томат Наполи. Обжариваем бекон. С двух сторон до золотистой корочки. Наш бекон готов. Имеет характерный золотистый окрас. И с помощью паприки и сахара мы придали ему немножко красноватый оттенок. Далее мы с вами готовим соус. Нам понадобятся томаты в собственном соку. Мы доводим с вами до вкуса с помощью сахара, соли и перца. Соус у нас готов. И далее мы с вами приготовим скрэмбл. Для того, чтобы приготовить скрэмбл, нам понадобится два яйца. Нагреем нашу сковороду пока. В яйцо мы добавим растительные сливки, либо соевые сливки. Разницы нет. Процент тоже не важен. Если у вас нету сливок, можно заменить это все на молоко. Дома мы привыкли готовить с вами на сковородке. Просто перемешивая наше яйцо с помощью венчика либо лопатки. Мы добавим немножечко соли, потому что у нас бекон достаточно концентрированный. И соус томатный имеет такую же концентрацию. И постепенно в процессе обжарки мы с вами с помощью венчика яйцо немножко взбиваем. Все, он готов. Вы можете увидеть текстуру, да? Она такая кремовая достаточно. Все, теперь мы можем с вами подавать наш бутерброд. Для этого нам понадобится еще горчичка. У нас готово яйцо, у нас готов бекон и у нас готов томатный соус. Мы с вами сделаем легкую выкладку. Добавим нашего хрустящего обжаренного бекона. Добавим немножко нашего томатного соуса. И добавим немножко зернистой горчицы для того, чтобы оттенить вкус. Вот такую замечательную, простую, быструю композицию мы приготовили с вами, да? Это очень достаточно сытный перекус и хорошее блюдо для того, чтобы начать свой день. Приятного аппетита! Кушайте вкусно! И мы приступаем к приготовлению основного блюда нашей программы. Сегодня это будет новогодний десерт, какой именно Антон нам чуть позже расскажет. А я хочу напомнить, что наш партнер, сеть супермаркетов, доступных цен Рэми, сегодня предоставила нам продукты. Какие именно, Антон, тебе слово. Сегодня мы с вами будем готовить новогодний кекс. И для этого нам понадобятся свежие мандарины. Мандарины – это символ Нового года. Также нам понадобятся с вами корень мебеля, он придаст пикантности. Мы с вами возьмем сливочное масло. Основа, конечно, кекса – это всегда у нас идет мука, да, в приготовлении любого тортика. Мы с вами возьмем миндаль, с которого мы сделаем миндальную муку. Вы можете приобрести миндальную муку, если есть у вас доступ к этому. Нам понадобится с вами сахарная пудра для того, чтобы украсить с вами все, и разрыхлитель теста. Также мы с вами используем куриное яйцо. Он также пойдет в основу. Вот эти компоненты сегодня нам понадобятся для приготовления. Как правильно называется этот кекс? Мандариновый кекс, правильно? Да, правильно называется мандариновый новогодний кекс. Новогодний, да. Обязательно новогодний. Новогодний, да. Итак, что можно? Мы начнем с того, что мы с вами обработаем часть мандаринов, нам их нужно почистить и сделать с этого пюре. Вот. Мандарины мы предварительно будем бланшировать для того, чтобы они стали более мягкими, да. И вся вот эта текстура, которая твердая, она ушла. Сразу такой вопрос, Антон. Вот эти прожилочки нам обязательно слишком сильно удалять? Нет, ничего не обязательно, потому что у нас хороший комбайн, который далее все пройдет. Ну, никакого негативного вкуса нам не дают. Негативного вкуса нет. Хорошо, все ясно. Уже пахнет Новым годом. То есть процесс приготовления приятный. Такой праздничный. Новогодний настроение. Новогодний настроение, да. Саша, ты выпечку любишь? Может быть, даже сам готовишь? По-моему, мне видно, да, что я очень люблю выпечки. Нет, ну серьезно. Печешь сам, готовишь сам? Нет, нет. Я готовлю сам очень какие-то простые совершенно вещи. И вот буду печь первый раз. О, сегодня дебют у нашего гостя. Я думаю, это будет интересно. Ну, дебют это вообще всегда интересно. Особенно, когда дело касается приготовления. Самое интересное, можно сразу понять по дебюту, какой человек. Правда? Да, причем это не обязательно кухня, да. Человек везде, когда дебютирует, да, как бы, видно его ответственность, какой-то, как он подходит к этому. Ну, если с этой точки зрения, да, я с тобой соглашусь. Да, мы уже с вами подогрели нашу воду, да. Хватит пять? Да, пять достаточно будет. Мы подогрели нашу воду, да, целиком закидываем. Так красиво. Наш сотенечек, да. Поставим мы это все на плитку на две минутки и дадим немножко провариться, да. Цедра нам это не нужна. Цедра нам нужна, да. Далее мы займемся с вами... У нас есть очень много сегодня интересных процессов, да. Это хорошо. Да, нам понадобится с вами корень имбиря. Из имбиря, кстати, очень вкусный новогодний тоже напиток можно приготовить. Да, имбирный сбитень можно сделать вот. Ну, сбитень я не умею, но чай-то очень много. Ну, либо чай, либо... Ну, а сбитень, это, в принципе, тот же чай, только ты завариваешь его из всяких цитрусовых вещей, там, со всякими специями, пряностями. Аня, давай, нам потрешь немножечко имбиря. Так, это и что? Видели, какая штука? Да, это терка. Можете использовать любую другую терку. А это прям профессиональная терка? Ну, это, да, это профессиональная терка, как бы можно, да, так тереть. Давай лучше я попробую. Вот, в основном на кухне у всех есть терка четырехсторонняя, да, ну, которая привычная всем. Она имеет одну сторону, которая такая шершавая, и все в нее всегда колются. Такая торчит у нас. Это специально вот эта терка, которая, это называется либо имбирная терка, либо для горней терки, либо для твердого сортовых сыров. А кто вообще об этом знал? Ну, я немножко рассказал, да, как бы, потому что все всю жизнь думают, что зачем это вот это на терке, и ты колешь эту руку, да, в нее, как бы, ну... Пришло ее время. Всем это нравится, да, как бы. Мой мир рухнул, что называется. Ну, ладно. Вот, далее мы, Аня, знаешь, что сделаем с тобой? Давай. Мы возьмем с вами с тобой тазик, мы забьем туда три яйца и сахар, и наш процесс приготовления нашего... То есть я взбивать буду? Десерта запустится, да. Отлично. Так, Саш, пока мы с тобой готовимся к торжественному моменту, я хочу, чтобы ты рассказал про очень классную акцию, которая сейчас проходит благодаря проекту «Подари фрукты детям». Это акция «Письмо Деду Морозу». Да. Расскажи о ней, пожалуйста. Есть у нас такая акция, мы попробовали ее первый раз запустить три года назад в таком пилотном режиме. Мы собрали у детей из общественного видов неусердия письма. Дети написали письмо Деду Морозу, в котором рассказали коротко о себе и рассказали, что бы они хотели получить на Новый год. Вот, мы предложили нашим подписчикам в Инстаграм забрать эти письма, то есть мы публикуем письмо, и любой человек может написать комментарий «забираю» и исполнить, собственно, новогоднее желание ребенка. Эта акция была у нас, мы, честно говоря, ну, с опаской все, что новое, да, делаем, вот мы не знали, как она пойдет, но она стала пользоваться очень большим спросом, и первый год у нас было порядка 20 писем, в следующем году порядка 120 писем, в этом году, я думаю, что мы тоже отработаем там порядка 120-150 писем. Вот, то есть помимо того, что мы публикуем эти письма на странице, у нас появились друзья, это коллектив Владивостокской таможни, которые забирают себе эти письма и среди коллектива его раздают. То есть это, ну, для нас, конечно, это вообще большая поддержка. Да, потому что мы через страницу, я думаю, проведем писем 30, а все остальные, там порядка 100, да, это вот заберет коллектив таможни, за что мы, конечно, вообще выражаем огромную благодарность. А, Саш, а почему мы сейчас не можем в нашу предновогоднюю программу обратиться к телезрителям и подключиться к этой замечательной акции? Ведь ничего сложного нет, у детей такие простые, классные детские мечты и желания, там, я видела машинку, пистолет с пульками игрушечный. Конструктор, домики для кукол, да, ребята, если вы хотите сотворить добро, то вы можете зайти на страницу «Подари фрукты детям» и, увидев письмо, зайти в комментарии, посмотреть, если вы еще не забрали, вы можете его забрать. Ну, как правило, мы публикуем письмо, ждем, когда его заберут, и публикуем следующее, чтобы был порядок и чтобы все дети остались с подарками. С подарками. Да. Еще раз хочу объяснить в двух словах, что ничего сложного нет, просто зайдите на страничку «Фрукс.вл», вы увидите уже написанные ребятишками письма, можете выбрать себе понравившегося ребенка, письмо, неважно, и исполнить его заветное, обычное детское желание предновогоднее. Это совсем не сложно. Это все светло. Да, правда, очень классная акция, действительно, она очень добрая, и вообще у ребят очень позитивная направленность. Да, мы стараемся создать именно образ позитивной благодарительности, потому что, к сожалению, очень многие наши, так сказать, коллеги делают это с игрой на чувствах, жалости и так далее. Для меня самое главное, чтобы заходили на эту страницу, и настроение улучшилось. У нас с вами мандарины готовы. Все, да? Да, они взбивают в куце. Аня, ты чувствуешь, Аня, как взбивается белок в бурку? Я, кстати, вот до пиков же нужно взбить? Да, да, да. Мы с тобой делаем, ну, меренгу, можно так сказать. Мы с Анной сбили наше яйцо с сахаром, да, мы не добивали, да, французской меренги, да, но у нас получилась такая вот кремовая консистенция, да. В эту кремовую консистенцию сейчас Аня добавит сливочного масла, вот, и добавит наш мандариновое пюре. Мандариновое пюре Александр у нас пробил его. Ну вот я так красиво и эффектно хотел. Так, все, вот, лопаткой сними его. Вот, все, масло мы добавили, далее Анна добавляет мандариновое пюре. Давай, красивый процесс. Ну, либо вылетит, так, половинку, да, хватит там. Вот, ну, можно еще чуть-чуть, чуть-чуть. Все, достаточно. Действительно очень красивый процесс. Давай еще чуть-чуть. Там нужно 100 грамм, как бы, ну, на глазок мы вот с вами делимся, да. Вроде бы, наверное, 100 грамм получилось, да. И мы... И это мы далее взбиваем миксером, но перед тем, как мы начнем взбивать миксером, Александр приготовит нашу часть, которая у нас состоит из муки и из орехов, да. И мы с вами уже натерли, Александр ранее натер имбирь, нарезал. Вот, и мы добавим немножко нашей обычной муки пшеничной, да, и потом введем это в нашу основу. Ой, тоже так пахнет миндаль. Да, он такой достаточно насыщенный будет у нас с вами кекс, потому что мы имеем мандарины, да, они дают такой запах приятный. Мы имеем имбирь, который его оттеняет, да, чем-то восточным, вот такой восточной складочкой, да. И также мы с вами добавляем миндаль, который дает очень интересную текстуру, да. Да, мы немножко добавим разрыхлителя для теста, для того, чтобы не гасить соду уксусом, да. Мы пользуемся... По стариночке. Да, уже более немножко другими способами. Вот. Пересмотрим, да, за добавлением. Так, треть пачки, да, у нас? Да, у нас где-то, ну, нет, давайте треть не будем, давай еще насыпем чуть-чуть, я скажу. Ты всегда сначала преуменьшаешь количество? Чуть-чуть преуменьшаю, а потом преувеличиваю, так, на глаз мы сегодня сделаем этот десерт, да. Вообще, как бы... Да, сейчас я примерю. Да, я думаю, вот так добавим, и все, достаточно. Ну, где и добавить, наверное. На снег похоже, смотрите. Да. Вот. Десерты лучше всегда готовить по какой-то базовому написанному рецепту. Все, у нас с вами готовы две базы, да, все же. Десерты – это выпечка и какие-то вещи. У вас не может не подняться тесто, либо быть оно более грубым, и вы не почувствуете тот вкус, который хочет передать вам носитель, да, который разработал этот десерт. И, ну, как бы, все немножко расставались. Теперь у нас Анна забьет нашу базу, знаете, далее. Забьет ее. Александр добавит туда часть нашу, которая связана с мукой. Так, миксером, правильно? Да, миксером, аккуратно. На первой скорости добавим еще немножечко мазаринного сока нашего. Я вообще не против. Да, и можно постепенно увеличивать скорость оборот нашего миксера, да. Мы с вами видим сразу, насколько он стал желтый, да. Насыщенный подсвет. Насыщенный подсвет, да. Александр добавит. Ну, постепенно вводи туда. Так, я буду добавлять. Имбирь не добавляли? Да, нет еще не добавляем. Давай, добавим немножко имбиря сразу сюда. В принципе, у нас готово наше тесто. Ну да, очень готовое. Наш готовый кекс, можно так сказать. Да, практически, только что не запеченный, сырой кекс. Полуфабрикат. Мы будем выкладывать форму, и пока мы будем это делать, я хочу тебя попросить рассказать. Давай, я это сделаю, а ты расскажи про, наверное, основную работу вашего проекта, проекта «Подари фрукты детям», fruits.vl в инстаграм. Вы собираете также игрушки конкретно вместе, не только игрушки. Расскажи. Да, основная деятельность нашего проекта – это сбор фруктов. Но вот такие целевые сборы канцелярии на 1 сентября или игрушек на Новый год стали для нас неотъемлемой частью нашей такой рутинной работы. И, как я говорил ранее, у нас новогодняя работа не только выражается в акции «Письмо Деду Морозу», но и, как я его называю, нецелевом сборе игрушек. То есть акция «Письмо Деду Морозу», она несколько ограничена в масштабах, потому что она требует более сложной работы, и поэтому много детей, мы, ну, с нашей точки зрения, 100 детей – это немного. Вот, мы не можем охватить. Поэтому мы решили еще собирать игрушки. Дополнить. Любые, да, любые разные, новые, прежде всего, игрушки. Вот. В прошлом году мы попробовали сделать это масштабно, и было очень тяжело, потому что мы ездили по всему городу, собирали, нам звонили, мы всегда искали людей, кто где будет забирать. В этом году мы все еще больше… Да, в этом году еще все упростили, мы сделали точку сбора. У наших друзей в сети магазина «Полин» на Некрасовской вы можете приехать по адресу «Океанский проспект 110», привезти игрушку. Там прямо на входе вы увидите красивую зону, на которую можно положить игрушку. Вот. И это позволяет нам увеличить количество детей, которым мы можем помочь. Более того, ну, по нашему примеру, естественно, идут наши филиалы в других городах, вот, но есть города Приморья, которые мы пока не можем еще охватить, да, там, своей филиальной сетью. Поэтому иногда мы делаем что-то, собираем и передаем там, ну, в ближайшие годы, это Артем, Мусульиск и так далее. Вот. То есть это для нас вот и стало нашей, собственно, такой рутиной ближе к Новому году. Фруктов мы сейчас собираем меньше, потому что мы все силы бросаем на то, чтобы подарить детям вот это волшебство. Многие дети, малыши, они правда верят в Деда Мороза, для них это все очень важно. И более того, мы вынуждены передать заблаговременно это все, чтобы родители могли подготовиться, положить подарок под елку ребенку. Вот. Ну, также мы стараемся все это дело украшать, то есть делать банты, делать упаковку, чтобы все это было как в сказке. Как от Деда Мороза. Да. Ну, я тебе могу сказать, что вы наречили детей. Дети у меня до сих пор слушают письма. Вот. Вот. И они ждут этого Деда Мороза, когда он придет домой и подарит. Да. На самом деле время, когда ребенок еще верит в чудеса, оно не такое длительное. Наша задача, именно, как я уже говорил, да, наш проект помогает детям из малобеспечных семей, детям-инвалидам, наша задача посеять в детях вот это зерно того, что они нужны кому-то, просто потому что они есть. То есть не нужно там хорошо учиться, чтобы Дед Мороз тебе подарил подарок. Вот. И надеюсь, что когда они вырастут, они сформируют то государство, тот мир, в котором уже мы будем жить. Будут жить наши дети в том числе. То есть мы стараемся, ну, и общество воспитывать, да, показывая, что благотворительность – это нормально. Это точно так же, как заниматься спортом, каким-то хобби и так далее. И стараемся в этих детей тоже вложить какое-то зерно позитива, что действительно, ну, мир не такой злой и тяжелый. Мне кажется, очень важный момент я его озвучил, что такой несложный, совершенно обычный на самом деле человечный поступок – купить игрушку ребенку, он может просто изменить впоследствии жизни этого ребенка. И улучшить не только его настроение на какой-то небольшой промежуток времени, а действительно повлиять на ситуацию в масштабе очень таком серьезном. Поэтому не бойтесь участвовать в этой акции, помочь ребятам. Еще раз повторимся, что форма благотворительности, которую выбирает «Подари фрукты детям», она очень приятная, очень несложная, очень комфортная. И если вы боитесь помогать по какой-то причине, не нужно этого делать. Это очень здорово и приятно. Это будет замечательный подарок не только для ребенка, но и для вас. Анна выложила форму, да, мы ставим запекаться с вами на 25-30 минут, на 180-200 градусов, в зависимости, как работает ваш духовой шкаф. До готовности, да, и пока она будет у нас готовиться, мы еще сделаем с вами карамелизированные мандарины. Саш, хотелось бы заострить внимание на таком моменте, как специфика вашей работы. Дело в том, что мы не помогаем в детских домах, слава богу, что есть очень много ребят и моих знакомых, которые помогают в детских домах. Дело в том, что детский дом – это то, что приходит на ум первым делом человеку, который хочет заняться благотворительностью и помочь детям. Первое – это детские дома, второе – это какие-то спецучреждения, будь то там медицинского плана, да, или еще какого-то иного. Вот, мы помогаем детям из малообеспеченных семей, это дети, которые живут в обычных семьях, просто они находятся под контролем государства, потому что у них бедственное материальное положение. Вот, естественно, что свой статус такие семьи скрывают, никто не хочет учиться тем, что у них какие-то сложности, да. Вот, но дети, тем не менее, нуждаются в поддержке, вот, и условия порой могут быть хуже, чем в детском доме. Вот, поэтому, в силу того, что просто я знаю, как работает государство в этом направлении, вот, в силу там опыта работы в прошлом, вот, я знаю, как донести помощь до этих детей. Вот, поэтому мы сконцентрировались на этом, и уже на данный момент 50% нашей работы – это дети из общих инвалидов. То есть, есть различные общества инвалидов, в которых есть какую-то часть, занимают дети инвалидов. Вот этим детям мы тоже помогаем, потому что любой ребенок инвалид – это всегда траты, это всегда дополнительный уход, вот, и мы считаем, что помогать им тоже нужно, вот, тем более, что наша схема, она понятна, она, ну, уже вот сколько, 4 года, да, мы существуем, вот, и у нас получается помогать достучаться до этих семей, вот, поэтому плюс ко всему мы хотим включать общество к тому, что благотворительность – это не только детский дом в Новый год, потому что вообще есть такое распространенное, да, заблуждение, что нужно ехать и задарить ребенка на Новый год, да, а… Потом забывать обо нем. Да, 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 так же, как с ветераном и так далее, вот, ну, то есть, это, как бы, обывательская позиция, с которой надо бороться, но бороться с ней надо тоже позитивно, просто показывая, где можно… Например, как можно. Да, да, где можно потихоньку-потихоньку это все делать, вот, потому что, ну, если бы мы делали там только в Новый год, то это, конечно, был бы такой огромный объем, а мы его так разбиваем на весь год, и потихонечку-потихонечку до каждого ребенка доходит наша помощь. Я так понимаю, что многим семьям удается помогать неоднократно? Конечно, конечно. На протяжении длительного времени? Да, дело в том, что, да, мы ведь не только дарим фрукты, игрушки, либо там канцелярию, мы также предлагаем вам, дорогие телезрители, вот, можно такой способ помощи детям. В каждый набор мы стараемся положить что-нибудь дополнительно, вот, и практикуем такую историю открытки. Открытки, которые люди рисуют сами. Ну, например, да, я пришел с работы, хочу пообщаться с своим ребенком, вот, я к нему подхожу и говорю, а давай нарисуем открытку для ребенка, у которого там нету мамы, нету бабы и так далее. Вот, можно сесть, нарисовать какую-то открытку, написать этому ребенку какие-то теплые слова, и эту открытку мы потом вкладываем в эти фруктовые наборы. Но это вы эмоцию передаете, семейную, семейную очага, не только, как сказать, передаете что-то материальное, да, немножко духовное. Это очень важно, это и человека воспитывает, помогает ему найти лишний повод пообщаться со своим ребенком, да, объяснить, что благотворительность это хорошо, что вообще добро делать это хорошо. Во-вторых, эти дети хранят эти письма, я вообще стараюсь не сталкиваться лично с этими детьми, потому что и свою команду всю учу, и здесь, и по другим городам, что, ребята, вы не должны лично с этими детьми встречаться, потому что потом всех жалко, переживаешь. Есть схема, по которой мы работаем, она нескольконая, мы избегаем личных контактов, но все равно мне приходится, в силу различных обстоятельств, все равно приходится встречаться с этими семьями, этими детьми. И когда я вижу такую стопочку писем, уже за два-три года собранную, я понимаю, что, ну, как бы, да, действительно, вот эти открытки, каждая открытка – это фруктовый набор, который вот в течение какого-то времени ребенок получал. Ну, это, конечно, приятно. Мы с вами почистили мандарины, да, теперь я вам скажу, что такое карамель, да, мы с вами разогрели сковородку, да, и добавили такое. Прям вот так, прям на сухую, на разогретую. Да, на сухую, на разогретую, да, она потихоньку сейчас начнет плавиться, мы добавим чуть-чуть воды, немножко, и у нас с вами сейчас появится карамель, да. Степень цвета нам, мы можем регулировать, да, с помощью нашей плиты, потому что чем дольше мы выпариваем, тем сильнее у нас получается свет, да, карамели. Вот, и она сейчас постепенно начнет блестеть, и туда закинем мандарину, сделаем небольшую глазировку, это вкусно. Ой, рождественское месение. Да. Сиропы вот в этом. Ой, очень красиво, ну, просто красиво, да, вообще, это аппетитно, да? Ну что, наш кекс готов. Наш кекс готов. Я теперь его немножко порежу, для того, чтобы нам попробовать. Он еще пока не остывший, да, мы видим, текстура немножко мнется, вот, но уже нет времени ждать, надо пробовать. Надо срочно, конечно. На самом деле это мы торопили Антона. Аня, мне кажется, вам не хватает какого-то ингредиентов. Да, вот я думаю, что мы можем сверху очень красиво украсить это нашими карамелизованными мандаринками. Мандаринками. Антон, можно ты будешь курировать это? Курировать, да? Курировать. Как ты это видишь? Ворваться. Я мастер, я так вижу. Я могу ворваться в твой процесс, да. Я, допустим, ну, как бы, наверное, вот посыпал бы это все делать красиво. Хаотично, ой, видел, как это выглядит. И чуть-чуть бы, наверное, с сиропом, если у кого-то недостаточно влажности, допустим, да, в кексе, можно немножко... Пропитать его, да, таким. Просто супер у нас получается, такое новогоднее блюдо, да, как всего? Нет, еще не новогоднее, сейчас мы его припудрим немножко, и оно будет прям новогоднее. Это же снег. Да, вот сейчас оно будет у нас прям супер-супер-супер. Александр добавил нам праздничного настроения в наш и так уже такой новогодний праздничный кекс. Фруктовый. Да. Слушай, ну, получилось там вообще инстаграммный, красный, на самом деле. Еще можно, мне кажется, знаешь, что добавить, Антон? Веточку розмарина или такая елочка? Да. Или, кстати, елочку. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что, я предлагаю вам попробовать? Давай. Подожди, подожди, Саша, сделай вот так. А, вот так посоли, да? Вот после этого все точно подпишутся. Ну что, мы можем пробовать, Антон? Да, наш чудо новогодний кекс готов. Александр. Саша, давай. На правоогусте ты будешь первым. Убирайте, я возьму. Помягче. Я так понимаю, что надо сделать это так. С мандаринкой обязательно, конечно. Упс. Упс. Я тоже не могу ждать, я хочу поугоди. Нетерпеливые какие. Ну как? Такой нежный как. И корочка, да, такая хорошая получилась? Да, очень вкусно. Прям очень шикарно. Очень вкусно. Да, супер. Да простите меня, тренер. У меня тоже. Смотри, получается это. Все, мы все умеем готовить кекс. Теперь мы можем почаще? Антон, ну нельзя сильно часто я растолстею, если я живу, съем. Мне надо было в начале передачи сказать, да я готовлю вообще налегке все вещи. Видишь, да, Антон все, в принципе, за нас, как всегда, сделал, все рассказал. Ну а что с тут вы говорили? Знаю, у меня были хорошие сегодня ассистенты, помощники, да, Григо? Нет, процесс был очень интересный, он очень праздничный, готовьте сами, готовьте вместе с детьми, им очень понравится, я думаю, такое предновогоднее аппетитное, очень сладкое блюдо. В общем, с наступающим праздником, рецепт смотрите в нашей программе и учитесь готовить вместе с нами. Это была программа 8 вкусов, увидимся на 8, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok